Русские новости 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 Я пытаюсь найти вокруг себя действительно талантливых людей. Много есть людей, которых я привлекаю, к которым я тянусь, умных, достойных, образованных, но действительно талантливых людей, от которых можно было бы многому поучиться и просто присутствовать рядом и в лучах этого таланта, гения греться, не получается, не наблюдается. И я связываю это с тем, что действительно очень много талантливых людей уехало за рубеж. Или вообще отказались от интеллектуальной деятельности, ушли куда-то в скит и перестали общаться, перестали выходить в общественную сферу. Миллионы уехали, ведь миллионы людей, получивших лучшее образование. И мои однокашники тоже в значительной части уехали за рубеж, и там живут постоянно, там живут их семьи, там их профессии и, можно сказать, новая родина. У их детей родина уже совсем не Россия, и они только происходят из России, но уже русскими людьми не являются. А все-таки элементы интеллекта передаются по наследству. И у нас, оказывается, вот эта передача не состоялась. Лучших людей, Ельцин, потом Путин, выгнали из страны. Буквально выгнали, потому что быть носителем интеллекта в России очень опасно, невыгодно. Для таких людей не предусмотрены здесь работы, зарплаты. А предусмотрены разного рода притеснения, в том числе и в политике. В 90-х годах были люди, в общем-то, способные вести интеллектуальную дискуссию. Хотя и тогда я вот смотрю на бывшего министра экономики Нечаева и думаю, как вообще такой человек, не то что экономикой Российской Федерации мог управлять, а вообще хоть чем-то управлять. Я бы, честно говоря, человеку с таким уровнем интеллекта вообще не мог бы поручить ничего. Деградация властных органов оказалась гораздо глубже, чем при Ельцине в наши времена. И когда мы посмотрим на ведущих представителей власти сегодня и оценим результаты их деятельности, то мы просто приходим в ужас. О некоторых мы можем судить по внешности, о других по словам, о третьих по делам. И все это в совокупности говорит о том, что деградация интеллекта во власти произошла гораздо глубже, чем разложение интеллектуальной сферы во всем остальном народе. Ужас от того, что вокруг мы, каждый из нас, ощущает падение интеллекта, не только нравственности, дополняется тем ужасом, что еще глубже это падение оказалось среди людей, наделенных властью, которые получили, видимо, по наследству эту власть. Нам только говорят, что мы там где-то в выборах каких-то участвуем. Но власть продолжает передаваться по наследству. Мы знаем и такие династии, и в бизнесе, и во власти. Передача идет к следующему поколению, к детям, вовсе не к лучшим людям. Или к своим помощникам, или к своим заместителям, которые вовсе не лучшие, а наиболее удобные, гарантирующие спокойную старость или спокойную пенсию и незатронутость того имущества, которое нажито непосильным трудом, тем, кто отходит в сторону. Мы можем посмотреть, скажем, на Собянина, мэра Москвы, у человека явные проблемы с интеллектом, со способностью говорить, со способностью управлять городом. Количество глупостей, которое и при Лужкове было значительным, сейчас просто выходит за все рамки. Москва не просто не управляется, а управляется так, чтобы как можно больше навредить городу. Вот такое ощущение складывается от тех решений, которые принимаются. Или недавно я смотрел Гайдаровский форум, вот туда сбежались либералы отовсюду, в том числе и из властных органов. Есть люди, которые считаются по какому-то странному принципу оппозиционерами, вроде Кудрина. Это человек, который вообще не способен сказать двух слов одновременно. Или какой-то там председатель совета директоров, бог знает чего, крупнейшей корпорации, у него слова «всегда», «иногда» и «никогда» содержатся по отношению к одному и тому же объекту или процессу в одной фразе. Что можно сказать об этом человеке? Он сильно волновался, что ли? Нет. Уже много лет он выступает публично, руководит какими-то структурами, был в правительстве, не буду называть фамилию, не так уж она важна, но это очевидные вещи. Или первый заместитель Центробанка, такая девушка преклонных лет, там признаки деградации просто на лице. Такое есть явление, называется прагнотизм, выставленный вперед зубы. Это один из признаков деградации. Сказать что-либо, эта дама не в состоянии, просто не в состоянии, она не умеет говорить цифр, на память она не помнит. Вот Голикова, например, она помнит очень много цифр, но больше она ничего не помнит. У нее эти цифры просто сыплются с точностью до десятой или сотой той цифры, которую она приводит, в миллиардах, миллионах, неважно. Но она не может структурировать это знание, она не может предложить какую-то здравую картину мира. Она только перечисляет цифры. А эта вот дама, первый заместитель, директора Центробанка, или как там у них называется, эта должность, вообще не способна даже цифры запоминать, выкладывать. Как-то связано более или менее выражаться. Я вспоминаю, тоже меня поразило, был у нас министром Петр Авен, который потом стал одним из главарей Альфа-банка. Любому человеку показать фотографию этой персоны, и сразу понятно станет, что тут что-то не в порядке с интеллектом, с мозгом. Но я, впрочем, слышал о его речи, и тоже могу сказать, что это такое очень удобное существо, на которое можно списать вообще все, что угодно. Можно по этой физиономии угадать определенную психическую болезнь. А то, что там интеллектуальная недостаточность сомнений никаких нет. Любопытно было бы, конечно, если бы среди аналитиков нашелся человек, который бы именно проанализировал физиогномику, речь, спонтанную речь этих людей, которые читают не по бумажке, как Путин сейчас такими огромными буквами на четвертушке листа что-то там пишет. И он даже на заседании правительства, где не требуется такой официозной речи, без запинок, без ошибок, не может по-иному, кроме как прочитать по этим бумажкам свою речь. Вот спонтанная речь, она говорит об интеллекте гораздо больше. Вот так вот, глядя прямо в глаза, глядя в видеокамеру, кстати, довольно трудно говорить в видеокамеру при отсутствии собеседника. Пусть собеседникам, вот эта речь во время интервью, когда приходится разговаривать с корреспондентом речи, во время какого-то общения, проанализировать психическое здоровье тех людей, которые управляют нашим государством. И мы с вами являемся заложниками этих людей. Они вообще психически нормальные? Каков уровень их интеллекта? Каков их словарный запас? Способны ли они держать мысль в процессе двух-трех предложений? Очень часто ведь мысль срывается и уходит куда-то в сторону. Это свойственно многим людям, которые, может быть, и любят говорить, но не очень хорошо способны мыслить. Если мы увидим деградацию такую физиогномическую, речевую, а уж деградацию в деятельности тут и доказывать не надо, тут все понятно, результат налицо, и в предшествующих передачах русских новостей мы об этом говорили, то мы бы получили дополнительно какие-то аргументы в пользу того, что власть надо радикальным образом сменять. Вот все эти люди с признаками интеллектуального и нравственного порока должны быть, конечно, из власти убраны. Мы об этом только мечтаем, но проблема состоит еще и в том, что убрать их может только интеллектуальная нация, а не та, которая тоже погружается в свои собственные безумия, не подавляет их, а наоборот позволяет им разрастись, когда с безумцами начинают дискутировать, начинают им что-то объяснять, оправдываться перед ними. Я думаю, что происходит такое разделение, не знаю, откуда образовался этот процесс, каковы его причины, но происходит разделение на людей абсолютно безумных, и в интернете это совершенно очевидно. Огромная масса людей абсолютно безумные, может быть, их интеллект покалечен нравственным каким-то пороком, скорее всего, видимо, это так. И другая часть – это люди, которые сохраняют интеллект, сохраняют нравственность. Вот это разделение, видимо, нужно признать, что есть охлос, толпа, чернь. Чернь всегда была, в любом обществе она есть, но сейчас она вот как-то особенно агрессивная, и стала многочисленная, и любит поговорить, любит изложить свои взгляды. И интеллектуальная часть населения, которая может и должна составить русскую нацию, и именно она должна взять власть и черни указать на ее место, где эта чернь с ее недоделанным интеллектом, нелюбовью к знаниям, ненавистью к авторитетам и должна пребывать. На сегодняшний момент не просто образование рухнуло под влиянием всех реформ, которые были в 90-е и 2000-е годы, в том числе, кстати, хотел сказать, что некоторые зрители усомнились, что по 10 тысяч школ при Путине закрывалось в сельской местности. Это так, эти цифры известны, и уничтожение образования на селе произошло именно по воле Путина. Не только произошло падение интеллекта во власти, но и падение интеллекта в обществе. Мы должны как-то отделиться от тех, кому не хочется обладать знаниями, не хочется ссылаться на авторитеты, не хочется учиться у этих авторитетов, группироваться вокруг них, поддерживать их. Пусть эти все люди идут вот туда, где они могут меж собой очень весело позабавиться, пособачиться, устроить какую-то переплевку. А вот все, кто является носителем интеллекта, знания, авторитета, должны как-то создать свое сообщество, отделившись и прекратив всякое общение с вот этой деградирующей массой. Еще одна очень важная вещь – это вообще способность выживания государства и нации в нынешних условиях, когда в основу благосостояния людей положены высокие технологии, высшие достижения науки. Осознать, какой ценой эти достижения получены и в чем их смысл, могут доли процента, то есть это такой тончайший слой интеллектуалов, которые причастны к передовому фронту современной науки. Не только естественных наук, но и наука о человеке, философского знания. Это тоже не пустое знание, оно накоплено, оно превратилось в религиозные и космогонические концепции. Если к нынешним физикам, химикам, биологам, технологам, инженерам прибавить вот еще эту сторону, она не является такой уж большой, потому что по-настоящему философски осмыслить действительность или в религиозном плане, в религиоведческом или в богословском ее осмыслить могут очень немногие люди. И вот весь этот слой, весь совокупный слой, который является носителем вот этого современного знания, самого современного знания, это доли процента. И стоит этот слой уничтожить или подорвать, и современные технологии просто не будут воспроизведены. Собственно, к чему Россию и принуждают, и именно это и происходит сейчас. Высокие технологии для России недоступны и не должны быть доступны ни в коем случае. Они не должны здесь рождаться. Они могут передаваться тоже в таком полудеградированном виде в обмен на те богатства, которые нам предшествующие поколения предоставили, освоив вот эту огромную территорию, оградив ее государственными границами. Второй опасный для государства и нации момент – это взаимоотношения работника и работодателя. Чуть-чуть эти отношения будут нарушены, чуть-чуть взаимное доверие и ответственность будут на недостаточной высоте, и самолет не полетит. В Российской Федерации самолеты уже не строятся, отечественные самолеты практически уже не летают, и, видимо, в ближайшее время вообще прекратится производство отечественных самолетов. Отечественные автомобили тоже никому не нужны. Объявленное сокращение производства на автовазе на 30% в 2015 году говорит о многом. Автомобили российские тоже не будут ездить в Россию. Отверточные производства нам, может быть, сохранят. То есть у нас все будет импортно. Это, в общем-то, не самый передовой рубеж науки или технологии выпуска современных самолетов и современных автомобилей. Есть более тонкие вещи, есть выпуск научного оборудования, научно-исследовательские комплексы, есть системы управления сложными технологическими процессами, где надо знать много таких аспектов производства, которые будут разрушены или разрушаются, или уже исчезли, только потому, что между работником и работодателем не сложились отношения, которые свойственны именно высокотехнологическому производству. У нас радиоэлектронной промышленности нет, своего собственного производства компьютеров нет. Нет, надо с этим согласиться, признать. Тут начали говорить о том, что нам собственную операционную систему надо в Российской Федерации разработать. Чего говорить-то? Это надо финансировать и в течение года внедрять, вводить и дальше совершенствовать. Это должна быть государственная программа, поскольку, в общем-то, творческие коллективы, научные коллективы разрушены. Еще в начале 90-х годов мы имели какие-то шансы получить свой собственный компьютер, такого вот общедоступного свойства, персональный компьютер для науки, необходимые компьютеры. Сейчас уже нет, сейчас уже нет, ну хотя бы эту операционную систему сделайте. Не могут, не могут, потому что отношения между работником и работодателем, в данном случае работодателем является государство, не таковы, что это вообще может произойти. Вот если будут какие-то серьезные изменения, может быть это получится. Но пока мы слышим только декларации, видимо, при нынешнем правительстве, при нынешней форме правления, которая сложилась, этого не произойдет. Современная цивилизация сложилась таким образом, что массовое производство возможно только при массовом образовании. Одно без другого никак не может существовать. Не может современные технологии, современные производства, которые захватывают массы работников и работодателей тоже, существовать без массового образования, высокого уровня этого массового образования. У нас в особенности в 2000-е годы, в 90-е годы еще кое-что сохранялось, произошла глубочайшая деградация образования. Глубочайшая. У нас принято отчитываться о том, что у нас вообще все очень хорошо, новые там школы с большими витражами открываются, с какими-то там компьютерными классами, но образования нет. Образования нет в течение всех 90-х, 2000-х годов. Еще в 90-е годы на старом потенциале выпускники школ были достаточно образованы, но все 2000-е и вот половина 2010-х прошедшие выпускаются из средней школы. Люди абсолютно не образованные и из вузов тоже. И из вузов тоже, то есть люди, которые приходят на производство, не обладают необходимыми знаниями, необходимым потенциалом общих знаний, которые повышают культуру человека и он интуитивно знает, где могут быть ошибки и выстраивает свои отношения с окружающими так, чтобы эти ошибки не допускались, самообучается. Так и не хватает специальных знаний, которые в нынешнем образовании получить невозможно. Даже учебников, которые позволяли бы эти знания получить на должном уровне, нет. Или это учебники советского периода. Не дай бог, конечно, читать советские учебники по литературе, истории, культуре, хотя среди них тоже есть хорошие. А вот нынешние учебники – это ужас какой-то. По какому предмету ни возьми. Да, есть веселые картинки для школьников, все это так. Я говорю про вузовский учебник. Школьные учебники стали неплохими, только образование прекратилось. Некому образовывать и некого образовывать. Это означает, что в ближайшее время Российская Федерация встанет перед катастрофой. Некому работать на самых примитивных участках, даже которые примитивны с точки зрения середины XIX века. Невозможно будет найти доярку, невозможно будет найти токаря, слесаря. И если люди такие и будут подготовлены, как работники, то общая культура их будет крайне невысокая. И про них будут говорить, что у них руки не оттуда растут. Просто вот так они не приспособлены. Они знают, что где и как, но не могут. У них не хватает общей культуры для того, чтобы в каждом конкретном случае разрешать производственную проблему быстро и эффективно. Эффективность управления как государством, так и производственными комплексами связана с способностью отличать науку от профанации. И вообще понимать место науки в современном производстве, в современной жизни. Этого понимания ни на копейку нет в ныне действующем правительстве Путина Медведева. Там вообще научная мысль подвергается, можно сказать, гонениям. Потому что вокруг этих людей, вокруг высших должностных лиц вообще нет науки. Никакой науки. Потому что образование Путина Медведева и тех, кто вокруг них суетится, крайне низкого уровня. Они не способны понимать. Ну ладно бы, есть люди, которые не получили соответствующего образования. Невозможно во всех областях быть докой. И там как Рамзан Кадыров, он вообще академик всех академий, как Иосиф Виссарионович. Вот он все науки постиг, ему наука не нужна. Это понятно, это особый случай. Но элементарно здравый человек понимает, что есть вещи, которые он не знает или плохо знает. Поэтому вокруг него должны быть эксперты. Он должен запрашивать экспертные сообщества. Он должен тоже иметь какую-то интуицию, чтобы отличить науку от профанации. Вот этого отличия нет. И коль скоро у нас такие деграданты на вершинах власти, то естественно, что вся наука осыпается, растворяется, исчезает, а интеллект уходит за рубеж. Если так, то невозможно управлять государством. И действительно, сейчас Путин принял уже давно такую концепцию федерализации. Я ни за что не отвечаю. Давайте вы в регионах сами. Каждому региону предоставляется возможность заниматься и тем, и этим, и свою систему образования каждый лепит, свою систему правоохранения. Все по-своему. Каждый регион будет делать сам. Но там-то тоже уже прошла глубочайшая деградация. Поэтому и там ничего этого не будет. Не будет ни образования, ни науки, ни культуры. Ничего. Этим людям ничего из этого не нужно. Они только считают деньги. Вот это на их уровне. Вот работать на уровне самого примитивного счетовода 30-х годов. Вот это то, что для них вполне подходит. Но это не соответствует задачам нашей страны. Задачам новой индустриализации, восстановления хозяйственного потенциала, оборонного потенциала нашей страны. Еще одна причина катастрофы с интеллектом в нашей стране, это, конечно, средства массовой информации. Все передано было в начале 90-х годов абсолютным аморалом. Вот типа эхо Москвы. Это люди, которые лишены соответствующего образования. Они ничего не понимают в современной действительности. И их задача только политическая. Калечить людям мозги. Ну и телевидение тоже. Вы помните Березовский, Гусинский. Вот были светочи телевидения. С тех пор, как они ушли от руководства телевидением, деградация стала еще глубже. Еще глубже. И там какой-нибудь Эрнст или Добродеев. Это люди абсолютно деградированные морально и интеллектуально. Поэтому телевидение забито всякими глупостями. Оно не передает, не создает передачу интеллектуального потенциала от тех, кто знает, к тем, кто не знает, но хотя бы любопытствует. Я не говорю уже о том, что необходимы какие-то меры психологического воздействия, чтобы человек полюбил учиться, полюбил осваивать знания во всех возрастах. Этого нет. Напротив, людей отвращают от настоящего знания и подменяют настоящее знание липовым. Начинают рассказывать, вот там в 90-е годы рассказывали про НЛО, сейчас рассказывают в одной передаче. Все в кучу, там РЕН-ТВ или СТС или другие какие-то там ТНТ, создают такие передачи, которые уже попадают и на телеканал культуры, и на Первый канал, где объединяют всякие там природные явления. Там Антарктида, где где-то в глубине Антарктиды, в тренировочных лагерях гитлеристов придумывают какие-то исторические глупости, валят все вместе. Пришельцы там, планета Нибиру, и все это в одном флаконе валится и впихивается в головы людей. Исторические всякие глупости, выдумки, не просто мифы, а просто вранье, которое вот накоплено, свалено все вместе, какие-то домыслы. Идиотизация телезрителя, конечно, происходит быстрейшими темпами, поэтому я нашим зрителям рекомендую не смотреть телезрители, не смотреть. Ну, я там готов смотреть спортивные передачи и то там, где не устраивают еще шоу дополнительно к этому, и где всякие глупости в этом шоу не давят на мозги. Можно смотреть отдельные передачи, но сразу, если вы видите какая-то глупость, какая-то пошлость, сразу вырубайте это устройство. Лучше его вообще не иметь, по крайней мере, не включать при детях и молодых даже людях. Молодым людям лучше не смотреть. Как, впрочем, многое из того, что доступно в интернете, теперь доступно абсолютно все. Вся пошлость, вся мерзость доступна детям от самых, значит, с молодых ногтей и до стариков, которые тоже имеют доступ ко всякого рода мерзости и могут погрузиться в самые паскудные формы греха даже при убеленных сединой головах. Перед нами, конечно, стоит серьезнейшая задача, я даже не знаю, как ее решать, пытаюсь по мере сил консолидации русского интеллекта и усиления русского интеллекта. Потому что уровень, до которого мы упали, говорит о том, что наша цивилизация идет к концу, вот-вот прекратится. И произойдет это от духовной и интеллектуальной немощи. Нам в русском движении надо собирать русский интеллект. Не всяких мозгоблудов, которые придумывают никогда не существовавшую историю. Не тех, кто придумывает нам никогда не существовавшие религии. Не тех, кто интерпретирует события истории, оскорбляя наших предков, которые якобы до образования Советского Союза или до пришествия святого Сталина вообще не знали, как жить и как строить свое государство и строить свою частную или общественную жизнь. Вот эти все мозгоблуды, все эти выдумщики, фантазеры, глупцы, невежды не нужны. В русском движении вообще не нужны. Желательно, чтобы их вообще не было. Но они туда приходят. Некоторые, может быть, за счет того, что они все-таки приобщаются к национальным ценностям в русском движении, может быть, они от всех этих глупостей излечиться. Но излечиться можно только не в болтовне, не в разговорах, а в совместном действии по спасению нашей страны от олигархического геноцида, который осуществляется на наших глазах. Если люди в этом направлении начинают действовать, они начинают интересоваться настоящей историей, они начинают ценить настоящие авторитеты и постепенно отказываются от своих выдумок и фантазий, от своих глупостей, навязанных телевидением или общением со всякими недоумками, начинают мыслить и жить, как русские люди. Это один из способов спасения русского интеллекта. Но я не знаю, хватит ли у нас силы, хватит ли у нас времени в рамках имеющихся возможностей действительно спасти русский интеллект. Он должен спасать себя сам. Каждый в сам себе русский человек должен ценить этот интеллект, ценить полученные знания и поддерживать эти знания на должном уровне. Свои профессиональные, общекультурные. Должен читать литературу, должен интересоваться тем, что происходит в русском искусстве. И если обсуждать что-то, то не высказывать свое сугубо некомпетентное мнение, а искать авторитеты, опираться на авторитетные мнения, прислушиваться к тем, кто действительно в своей области достиг определенных высот. И ценить то, что есть в нашей культуре, в нашей литературе, в искусстве, в нашей политической мысли. Самое лучшее, самое ценное, то, что опирается на знания, а не на фантазерство, и не является попыткой просто воздействия на умы, привлечь к себе, прославиться и так далее. Вот это все лишнее, и здесь надо чутко отличать действительное знание от разных подделок. Я надеюсь, что мы все-таки в русском движении преодолеем то безумство, которое царит вокруг нас, и будем постепенно вырабатывать те принципы интеллектуальной жизни и деятельности нашего интеллекта, которые позволят русской нации восстановиться, возродиться русскому национальному движению, победить и утвердить русское национальное государство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова